Всем привет! У нас сегодня огромная посылка из магазина Gearbest, чуть более чем 4 килограмма. Все дружно поздравляем магазин с днём рождения, 6 июня у Русскоязычной версии, день рождения. Открываем огромную посылку и сейчас мы с вами узнаем, можно ли из яблока и апельсина получить вкусный и здоровый сок. Поехали! Меня зовут Игорь, открываем посылочку. У меня есть такая соковыжималка, подобная, но только фирмы MULINEX, но осталась она далеко-далеко от меня в городе. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Китайцы просто отжигают у нас коробка, а внутри ещё одна коробка, только уже с рисунком нашей соковыжималки. Сейчас я вам это продемонстрирую. Смотрите, как это всё выглядит. Достаем вторую коробку и будем смотреть. Вот вторая коробка, кстати, по упаковке и доставке. Доставка фирмой DHL заняла примерно 6 дней. Крутой рекорд и огромное ещё раз спасибо магазину. Друзья, это просто жесть. Внутри ещё одна коробка. Это просто невероятная запаковка. Ещё смотрите, мы открываем целую матрёшку. Так, и вот наша красавица. Соковыжималка отличного качества. Я её сразу вижу, потому что это металлическая, есть пластмассовая, но это из нержавейки. Мыть, конечно же, удобнее и прослужит она гораздо дольше, но по весу она тяжелее. Что у нас здесь есть снизу? Что у нас здесь есть снизу? У нас есть резиновые ножки. Это не присоски, но, тем не менее, стоять она будет прочно. Также у нас здесь есть характеристики. 220 вольт, 400 ватт и 50 герц. И дата выпуска 2016, 04, 18 вирочка здесь стоит. Давайте посмотрим на длину шнура. Вот переходничок не положили. За это минус. Поставим, так как нет переходника под нашу вилочку. Но я запасся и у меня они есть. Так что не думаю, что это будет проблема. Для кого проблема, можете переделать. Так. Ну что же, достал я полный комплект. Сейчас вам всё покажу, что у нас здесь поставляется. Есть в комплекте инструкция небольшого размера, но всё на английском языке. Есть картинки. Кому что будет непонятно, задавайте вопросы. Конечно же, всё отвечу. Но, в принципе, здесь сложного ничего нет. Следующее. Это у нас щётка для чистки непосредственно сетки центрифужной. Вот так она выглядит. Кстати, вещь очень нужная и полезная. Если у вас есть вот такой вот девайсик на кухне, то сетку мыть не очень хорошо, а вот щёточкой нужно. Есть у нас отсек непосредственно контейнер для сока. Вот так вот он выглядит на пол-литра. Здесь есть в комплекте ещё вот такой вот защитный механизм для того, чтобы, ну, как сказать, защитный механизм, можно сказать, фильтровальщик, чтобы у вас сок был либо просто жидкий, либо падался уже с мякотью, попадал в ваш стакан. Отсек для жмыха довольно-таки большой. Смотрите, с ножками. И, в принципе, вот так вот можно оценить по руке, насколько он большой. То есть, это хорошо. Защитная крышка с непосредственно с отверстием нашим туннелем для того, чтобы сюда засовывать наши фрукты и овощи. Вот яблоко такого размера сюда не пролазит, но половинка отлично пройдёт. Мы сейчас, конечно же, всё протестируем. В комплекте ещё есть сама давилка, сам поршень. Вот здесь с зубцами и здесь, в принципе, вот такая ручка. Так, открываем дальше. Вот это вот, это самая главная меч в нашей соковыжималке. Здесь у нас находятся внутри зубцы и сама фильтровальная сетка. Соковыжималка у нас центрифужная. И попробуем, конечно, мы сделать с помощью неё сок. Вот такой ещё у нас носовичок, из которого будет вытекать сок. То есть, фактически, нам нужно будет мыть вот это, вот это, ну, немножко вот это. И, в принципе, отсек для жмыха также нужно будет мыть. То есть, я сразу скажу, почему я редко пользовался соковыжималкой. Потому что долго её мыть. Но, тем не менее, сейчас пошло лето, фрукты, овощи. И, конечно же, будем всё это с вами делать. Ну, что ж, сейчас попробуем это всё с вами протестировать. Но сначала, конечно, нужно помыть. Соки натуральные гораздо вкуснее для мам, для беременных. Да и вообще, в принципе, если покупаете фрукты, то можно, конечно, использовать такие соковыжималки. Давайте сейчас всё помою и попробуем сделать сок. Ну, что ж, присоски, скажу сразу, очень классные. Стоит наша соковыжималка отлично. Вот присосалась и держится очень прочно. Теперь смотрите, как собирается всё. В принципе, начинаем мы с вот этого вот носика. Берём этот носик и просто вот так одеваем сверху. После этого можем одеть нашу центрифужную сетку. Для этого её просто опускаем и проворачиваем вот так вот потихонечку до щелчка. Сейчас это надо попасть на зубцы. И вот всё, в принципе, она закрылась. То есть, до того момента, пока невозможно будет её снять. Отсек для жмыха. Берём и вот этой вот выпуклой, такой впуклой точнее стороной, вогнутой, закрываем сзади нашей соковыжималки. Вот очень хорошо она пристаёт, оторвать очень сложно. Так, ну, этот отсек для хранения сока мы позже поставим. И, в принципе, вот и всё. Закрываем сверху вот этой крышкой. Для вот такого вот глухого щелчка. И накидываем нашу защитную проволоку наверх. Всё, соковыжималка у нас в собранном виде. И вот это единственное для сока можно оставить вот так. Поставим нашу защитную сетку, чтобы защитный колпачок... Вот так он выглядит, таким вот образом. Это для того, чтобы сок более густой оставался на дне, а вытекал сразу такой. Ну, давайте же попробуем её просто включить. У нас здесь есть две скорости. Я сейчас вам это покажу. Так, отрываем. Вот есть 0, 1 и 2. Первая скорость используется для таких ягод. Может быть, клубника или для каких-то мягких фруктов. А вторая скорость для яблок, для такого вот морковки. Нужно использовать вторую скорость. Это очень хорошо, потому что зачастую соковыжималки комплектуются всего лишь переключателем вверх-вниз и всё. А скорость получается одна. Берём, давайте с вами яблочко. Отрезаем вот такой вот кусочек. Вы, в принципе, как вам удобно, так будете и резать. Я пока сильно не стараюсь, а так лишь бы показать вам, в принципе, как это всё делается. И сколько мы вот из одного яблока сейчас получим сока. Я, конечно, уже не одно буду использовать, но тем не менее. Так, нашу задвижку поршень берём. В принципе, яблоко уже можно бросать. Хотя, вот смотрите, тут влезет достаточно много. Практически можно было в половинку даже впихнуть. Так, опускаем яблочки. Задвигаем. Здесь есть специальная оборостка. Вот такая вот на нашем поршне. И здесь также есть направлятель этого поршня. И давайте попробуем теперь запустить на первой скорости. Работает достаточно тихо. Не скажу, что громче, чем мой MULINEX. И вот с одной половинки, с дольки мы получили столько. Давайте же всё яблоко уже закину и посмотрим, сколько мы со всего получим. Так, и того у нас получается. Где у нас тут мерная около 100 миллилитров сока. Приблизительно так. Сейчас возьму стакан и перельём это в стакан. Посмотрим. Ну вот, смотрите, в принципе, с одного яблочка у нас получается вот такой вот чистый, натуральный и очень вкусный сок. Давайте сделаем теперь сочок из апельсинов. Сейчас я почищу, подготовлю и покажу вам, как будет у нас делаться сок из апельсинов. Друзья, и давайте я вам покажу, что осталось у нас с одного яблока. Это отсек для жмыха. Посмотрите, что у нас там внутри получается. Вот так вот всё это выглядит. С одного яблочка, в принципе, немного. Ну что ж, закрываем. В принципе, это всё помыть можно потом. Закрываем наш отсек. Вот, почистил апельсинки. Давайте теперь попробуем сделать апельсиновый сок. Закрываем поршнем и включаем. От себя могу порекомендовать ещё только лишь начинать на первой скорости, чтобы сразу не происходило там такое жёсткое дробление. Закидываем ещё. А потом уже под конец можно включать, конечно же, вторую скорость. Так будет быстрее и лучше. Так, ну я вынужден остановиться, потому что вот из практически 2,5 апельсинки у нас получается, ну, пол-литра сока с пенкой. Смотрите, вот так вот получается. Ну, я считаю, что здесь пока осядет вся пена, то будет, ну, точно грамм 400, наверное, где-то. Вкусного апельсинового сачку наливаем. И посмотрим. Натуральный, вкусный, прекрасный, очень классный сок. Вот с горой стакан. По утрам выпиваете, бодрые, классно себя чувствуете и здоровые. Сейчас попробую даже. Очень вкусный, натуральный, классный. Давайте посмотрим, что у нас осталось тут после нашего апельсина. Апельсиновая цедра получается вот такая. Ну, жмых, не скажу, что прям мокрый. Довольно-таки он сухой. Ну, есть такие люди, которые его еще как-то используют, либо еще раз закидывают. И можно еще что-нибудь с него отжать, как говорится. Я рассказывал это как-то от себя. Решил вам подробно более как-то своими словами все это рассказать. Может, что-то неправильно назвал. Но, тем не менее, я все равно добыл сок. И пользоваться ей несложно. И скажу, что эта соковыжималка, в принципе, по первым впечатлениям, неплохая. Не знаю, насколько долго прослужит мотор. Но пока все свои функции он выполняет на отлично. Конечно, немного им сделано. Но, тем не менее, это я считаю положительным. Отсек на пол-литра, в принципе, для стакана одного достаточно. И чтобы на двоих хватало этого. Так, в принципе, единственный минус всех вот этих устройств, что очень тяжело их, конечно, отмывать. А так, пить здоровый вкусный сок, это всегда классно. Товар предоставлен магазином GearBest. У него сегодня день рождения. Ссылочку оставлю в описании на распродажу. Есть интересные товары. Также на вот этот товарчик, на эту соковыжималку. Ссылка будет в описании под видео. Поддержите меня лайком. Поделитесь видео. Напишите свой комментарий. Напишите, какой вы сок больше всего любите. А если это будет свежевыжатый, то какой вам больше всего понравился. С вами был Игорь. Канал Просто Посылка из Китая. Продолжаем открывать разные интересные товары. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok